классная универсальная маска для омоложения дряблой увядающей кожи маска очень простая в приготовлении эффект после этой маски вы заметите сразу маска дает подтягивающие воздействия улучшает тургор кожи делает кожу про плотной упругой эластичной даже самая дряблая возрастная кожа после применения этой маски подтянется эта маска также и улучшает цвет лица убирает легкую пигментацию и темные круги вокруг глаз маска подходит для всех типов кожи и обязательно посмотрите те нюансы и отличия для различных типов кожи которые вы можете применить привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете классный рецепт для омоложения кожи лица сегодняшняя маска дает очень хороший лифтинг эффект убирает дряблость кожи делает кожу плотной упругой эластичной и давайте приступим для сегодняшней подтягивающей маски нам понадобится желатин желатин можно использовать как очень мелкого помола также желатин можно использовать пищевой без добавок если у вас желатин крупного помола то лучше всего его измельчить в кофемолке до состояния которое будет комфортно и удобно для приготовления домашних масок нам понадобится одна столовая ложка мелко помолотого желатина следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал крахмал можно использовать как кукурузный так и обычный картофельный если у вас есть картофельный крахмал добавьте одну столовую ложку я люблю использовать для домашних масок именно кукурузный крахмал так как он более мягкий дает эффект подтяжки на мой взгляд лучше чем картофельный крахмал и люблю использовать именно кукурузный крахмал после того как смешали два сухих ингредиента нужно развести их обычными жирными сливками если у вас очень сухая кожа и кожа чувствительная склонна к шелушениям и имеет очень большой процент дряблости то лучше всего развести этот сухой состав очень жирными сливками или сметаной также подойдет для смешивания этих ингредиентов и молоко если у вас кожа лица жирная но одновременно имеет дряблость то можно эту маску разбавить и обычной минеральной водой или простой кипяченой водой нам понадобится 3 столовые ложки обычного теплого молока 3 столовые молока 4 столовые молока 4 столовые молока 4 столовые молока 4 столовые молока 5 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 столовые молока 6 столовые молока 6 столовые молока 6 столовые молока если ваш желатин плохо растворяется то поддержите его примерно 5 минут на водяной бани слегка разогрев и не переставая помешивать доведите его до однородного состояния так чтобы не было комочков и дайте настояться примерно 5 минут затем нужно добавить самый главный ингредиент который дает тонизирование подтягивания освежения дряблой увядающей кожи нужно добавить зубную пасту зубную пасту можно взять любую ту которой вы чистите зубы ежедневно если у вас есть под рукой детская зубная паста с различными фруктовыми и витаминными добавками то лучше всего использовать такую зубную пасту нужно добавить примерно третью часть столовые ложки зубной пасты и Субтитры сделал DimaTorzok Маска получается очень легкая, воздушная, имеет приятную консистенцию. И в момент применения этой маски вы не только получите омолаживающий эффект, но и очень хорошие ощущения. После применения этой маски в течение нескольких часов вы будете ощущать свежесть, чистоту и невероятное освежение кожи. Эту маску лучше всего использовать сразу после приготовления. Если порцию маски, которую вы приготовили, окажется гораздо больше, чем вам необходимо для одноразового применения, то маску эту хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. И перед каждым ее нанесением разогревать на водяной бане. Эта маска идеально подходит для ухода за зрелой возрастной кожи. Наносить эту маску нужно на хорошо очищенную или распаренную кожу лица. Маску нужно нанести также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратно нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Освежающий и осветляющий эффект кожи под глазами вы тоже заметите сразу. Держать эту маску нужно не более 20 минут. После истечения этого времени промокните кожу влажным махровым полотенцем. И легкими круговыми движениями сделайте массаж кожи лица в течение 5 минут. Затем смойте эту маску теплой водой и ополосните кожу лица прохладной водой. Эта маска не требует дополнительного тонизирования кожи. Так как после применения этой маски кожа будет протонизирована, улучшится тургор кожи и кожа станет плотной. Для наилучшего эффекта эту маску нужно делать 2-3 раза в неделю. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра. Всем пока-пока!